Ты считаешь себя профессиональным психологом? Да. Нет. Нет? Так да, я и нету. Да, Аня, да, нет. А ты смотри. Да, Тина, да, да, Тина. А смотри. А психолог, профессиональный коуч, например, приходит куда-то и там изучил какую-то тему. И всё, я уже знаю, как правильно, а вы не знаете, как правильно. А мы с тобой сделали тысячи консультаций, да? И мы не знаем, как правильно. И мы не знаем, как правильно. А если бы мы знали, как правильно, нам было бы неинтересно, если бы мы всё знали. Вообще неинтересно. Каждый человек, это сказать, что энциклопедия, так это не энциклопедия, это большая советская энциклопедия. Каждый человек. Каждый человек, да. И к каждому человеку свой подход. Хотя, конечно, мы стараемся уложить там какие-то начальные, одинаковые там шаги, чтобы хотя бы контур был одинаковый. Но если ты сталкиваешься со сложными случаями, особенно, вот как вчерашняя консультация была вторая, да, ты понимаешь, что тебе не хватает ни инструментария, ни ничего. Ты просто идешь по чувствам. Но при этом появляется еще больше интерес. Я хочу и это знать. То есть как? Ты углубляешься в новое знание. Да, да. И вырастает благодарность ко всем людям, кто обращается. Ко всем людям благодарность. Потому что они открывают для нас мир психики. А нам интересно. И он интересен нам. Невероятно интересен. И смотри, мы постоянно учимся. И оно бесконечно. Мы учимся сами. Мы постоянно, мы на каждом человеке учимся. Сейчас идет 1 сентября. 1 сентября, да. Так хочется. И хочется на эту тему поговорить, потому что 1 сентября так получается, что встретятся родители, встретятся учителя. Дети с учителями. И хочется, да, внести свой такой красивый-красивый вкладик. Вот просто изюмчик такой, ягодку. В то, чтобы эти встречи были не пустыми. Претензионными. Не пустыми и не автоматическими. Не действительно претензиями, с претензиями, что я жду и что вы должны, да. А именно красивыми, искренними. Искренними, да. С искрой. Искрой. Вот когда встречается, например, родители с учительницей, сразу оценивается, она хорошая, она плохая, она профессиональная, она непрофессиональная. Она там будет заниматься прессингом вашего ребенка или не будет, научит, не научит воспитать. Не об этом надо думать. Давайте мы предложим вам практику, которую имеет смысл делать всем родителям, встречаясь с учителями и не только с учителями, вообще с абсолютно любым человеком. Когда вы смотрите на человека и видите в нем себя и задаете себе вопрос, что он отражает сейчас во мне. То есть вы к нему обращаетесь как к своему зеркалу. Что он мне сейчас отразил во мне? Ну и не врете дальше себе. Вот когда вы будете задавать этот вопрос, даже не зачем мне это, не почему мне это Бог послал, не еще что-то. Что отражает этот человек сейчас во мне? О чем он мне сейчас? О чем он мне сейчас говорит? Да, и попробовать это же еще и с ребенком тоже. И у ребенка спросить также, о чем, допустим, вот как ты думаешь, для чего ты услышал это от учителя? Что сейчас отразил этот учитель в тебе? Да, именно вот так. Давайте начнем учиться так смотреть на людей. Дело в том, что все равно априори мы все зеркала друг для друга. Но когда мы видим и задаем себе этот вопрос, что сейчас этот человек мне отражает, что есть во мне, что отражается сейчас в этом человеке. И этот человек мне как зеркало это пытается донести. Это по сути своей, это что я пытаюсь себе через этого человека сказать. что мое подсознание, мой внутренний мир проявляет через этого человека для меня. Вот так вообще идеально правильно. То есть мое подсознание, которое идет из моего внутреннего мира, оно через человека для меня отражает что-то. Вот это что? Давайте попробуем найти в каждом человеке. И когда мы это нашли, поблагодарить этого человека за то, что он нам это проявил. и вы увидите, что у ваших детей самые лучшие учителя. Да, будут. А учителя увидят, что у них самые лучшие классы, самые классные дети. Пойдет благодарность, пойдет как, знаете, как солнечный лучик в зеркалах играть. Благодарность и отражается, и отражается к вам, и вы отражаете, и пойдет. Это все как лучиками в зеркалах. И вы начнете замечать, что в тот момент, когда вы видите и осознаете, что человек вам показывает, какой элемент вашего внутреннего мира он вам сейчас отражает, и вы будете замечать, что в вашем внутреннем мире сейчас подавлена злость, или в вашем внутреннем мире сейчас подавлена агрессия, или в вашем внутреннем мире сейчас подавлено чувство вины, и вы просто переведете это подавленное чувство в благодарность, поблагодарив этого человека вслух. Я благодарю тебя, благодарю. Я благодарю себя, Ведь это же я сейчас осознал, что во мне это отражается. И вы увидите, как изменится ваше здоровье в кратчайшие сроки. И как изменится ваша жизнь. И как изменится ваша жизнь. Но это будет абсолютно простой и осознанный подход. А благодарность, она сама по себе будет возникать. Постепенно вам... Вы будете сначала благодарить, когда осознаете, что о чем вам этот человек, да? А потом благодарность, она будет в вас сама рождаться. Это очень увлекательно, очень интересно и меняет. Жизнь становится искристой, чистой. Ну, потому что вы сейчас запуститесь в практику, которая, по сути дела, это игра с самим собой в осознании глубины твоей. В осознании солнечных зайчиков в каждом человеке. И это новый путь к себе настоящему, искреннему в познании в себе действительно Бога, Творца, Создателя. И не кусочка Бога, не кусочка Творца, не каких-то авторитетов, авторитетных мнений. Нет. Вы четко придете к себе настоящему с осознанием, что Бог в вас. Он на самом деле в вас. Он не может больше нигде быть, кроме как в вас. Это, на самом деле, это даже логично, если учитывать, как строится вот эта игра под названием жизни. Но если вам пока в это поверить сложно, то вы можете приходить к нам на занятия. У нас вот там в пятницу будет лекция. Завтра у нас будет очередная открытая консультация. Все консультации невероятно интересные. Вы можете видеть, что все люди невероятно разные. И у них огромная глубина, у каждого своя. И каждому свой подход. И на самом деле это очень интересный мир психики человека, завораживающий. И когда вы интересны сами себе, вы интересны миру, вы интересны другим людям. И это о здоровье, о счастье, о любви и так далее. Потому что все корнями уходит в интерес. И любовь, и интерес это одно и то же. И жизнь становится полноценной. И жизнь становится полноценной. Ну что, будете играть с собой? Тогда давайте с этой практики учимся. И своих деток начинаем учить. Да. Учимся видеть в другом человеке себя. Вперед! С песни как в раду. С первым сентября. С первым сентября. С наступающим.